Глава 35. Час расплаты приближался. Ячменное зерно начал собирать свою дань не столько с тела, сколько с души. Старая, долгая болезнь исключительно интеллектуального порядка вернулась снова. Давно похороненные знакомые призраки опять подняли голову. Но теперь они были грознее и страшнее, чем прежде. Прежние призраки были чисто интеллектуального происхождения. Вот почему они уступали здравой и нормальной логике. Но теперь их воскрешала белая логика ячменного зерна. А ячменное зерно никогда не пойдет против призраков, вызванных им самим. При таком заболевании, пессимизмом, человек непременно будет пить дальше, ища облегчение, которое ячменное зерно обещает ему, но никогда не дает. Как мне описать белую логику тем, кто никогда не испытывал ее на себе? Можно ли вообще описать ее? Возьмем страну Гашиша. Страну беспредельного протяжения во времени и пространстве. В прошлые годы я совершил два незабываемых путешествия в эту далекую страну. Впечатления, которые я пережил там, врезались в мою память до мельчайших подробностей. Однако я напрасно пытался описать хотя бы одну незначительнейшую особенность этого царства людям, никогда не бывавшим в нем. Я пускал в ход всевозможные метафоры и гиперболы, стараясь объяснить им, как целые века и бездны невообразимого ужаса и муки могут быть пережиты в промежутке между двумя нотами джиги, которые быстро играют на рояле. Я бился целый час, пытаясь толковать им это свойство страны Гашиша. И в результате так ничего и не объяснил. А раз я оказался не в силах описать им хотя бы одну особенность из всей безмерности ужасных и чудесных свойств этого царства, значит, я не сумел дать им ни малейшего представления о стране Гашиша. Но стоит заговорить об этой очаровательной стране с кем-нибудь, кто так же путешествовал по ней, как мы сразу поймем друг друга. Одна фраза, одно слово вызовут в его уме то, чего не могли вызвать целые часы объяснений в воображении людей, никогда не странствовавших там. Так же обстоит дело и с державой ячменного зерна, где царствует белая логика. Тем, кто ни разу не был там, рассказ путешественника покажется непонятным и фантастическим. Я могу только попросить небывавших в царстве ячменного зерна постараться принять мой рассказ на веру. В алкоголе интуитивно пребывают роковые истины. В этом отношении трезвый Джон уступает Джону пьяному. По-видимому, истины не всегда бывают одного порядка. Одни истины правдивее, другие лживее. И эти-то как раз и имеют наибольшую цену для жизни, которая хочет осознать и изжить себя. Вы видите теперь, о неискушенный читатель, какое безумное, богохульное царство я пытаюсь описать вам на языке племени ячменного зерна. Этот язык чужд вашему племени, члены которого решительно уклоняются от путей смерти и избирают лишь пути жизни. Ибо существуют пути и пути, как существуют истины и истины. Но имейте немного терпения. Быть может, через то, что покажется вам сперва лишь набором слов, вы случайно увидите едва намеченные очертания других далеких стран и племен. Алкоголь говорит правду. Но эта правда ненормальна. Все нормальное здорово. То, что здорово, ведет к жизни. Нормальная правда – правда иного, низшего порядка. Возьмем ломовую лошадь. Несмотря на всю безотрадность своего существования, от первого момента до последнего, она каким-то загадочным, непонятным для нас образом продолжает верить, что жизнь хороша. Что тяжелая работа в хомуте хороша. Что смерть, какой бы страх она инстинктивно не испытывала перед ней, пустое пугало. Что жизнь прекрасна и что жить стоит. Что в конце, когда жизнь в ней ослабеет, ее не станут подгонять пинками, бить и понукать, заставляя трудиться свыше сил. Что и старость имеет свои хорошие стороны. Ценится и пользуется уважением, хотя на самом деле старость является в образе одра на живодерне, спотыкающегося при каждом ударе. На каждом шагу, среди безжалостного рабства и медленного разложения вплоть до конца. И конец этот – распределение частей клячи, ее чувствительного мяса, ее розовых крепких костей, ее соков, ферментов и всех ощущений, которые когда-то воодушевляли ее. По птичьим дворам, по кожевинам заводам, по клеевым фабрикам и по заводам для выработки искусственных удобрений. Но до последнего неверного шага эта ломовая лошадь должна верить в низшую правду, в правду жизни, которая вообще только и делает жизнь возможной. Эта ломовая лошадь, как все остальные лошади, как вообще все животные, включая человека, ослеплена жизнью, и все чувства ее притуплены. Она будет жить, какой бы ценой ей не приходилось расплачиваться за это. Жизнь хороша, несмотря ни на какие страдания. Жизнь хороша, несмотря на то, что всегда завершается гибелью. Вот какого рода истины необходимы, если не для Вселенной, то для населяющих ее существ, чтобы они могли сносить жизнь, пока не умрут. Такого рода истины, как бы ошибочны они ни казались, разумные и нормальные истины, которые должно исповедовать все живое, чтобы не погибнуть. Одному только человеку из всего животного царства дана привилегия мыслить. Человек силой своего разума может проникнуть сквозь обманчивую видимость вещей и стать лицом к лицу со Вселенной, холодно и равнодушно взирающей на него и его мечты. Он может сделать это, но тем хуже для него. Чтобы жить полной, кипучей жизнью, чтобы быть жизнерадостным, то есть быть таким, каким он создан, нужно быть ослепленным жизнью и притупленным ею. Но что хорошо, то истинно. И этот род истины, хотя и ошибочный, единственный, который должен исповедовать человек. Только подобного рода истиной он и должен руководствоваться в своих поступках с непоколебимой уверенностью, что это единственная истина и что другой истины не существует. Человеку следует принимать за чистую монету обманы чувств и насмешки плоти и сквозь туманы чувственности преследовать неуловимые лживые призраки страсти. Ему лучше не замечать мрачных сторон жизни, ее пустоты и не слишком копаться в собственной алчности и похоти. Человек так и поступает. Тысячи мельком заглянули в лицо тем, другим, истинным высшего порядка и отступили перед ним. Множество людей прошли через тяжелую болезнь и, оставшись жить, сознательно постарались забыть о ней и не вспоминать до конца своей жизни. Они остались жить и поняли смысл жизни, ибо жизнь в этом и заключается. Они поступили правильно. Но тут является ячменное зерно и налагает свое проклятие на одаренного воображением человека, страстно любящего жизнь и жаждущего жить. Ячменное зерно посылает ему свою белую логику, посеребренного вестника высшей истины, антитезу жизни, жестокую и холодную, как надзвездные пространства, бестрепетную и замороженную, как абсолютный ноль, сверкающую инеем неопровержимой логики и незабываемых фактов. Ячменное зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил и живущий жил. Он уничтожает рождение и смерть и распыляет в прах парадокс бытия, пока жертва его не возопит, как в граде страшной ночи. Наша жизнь – обман, а наша смерть – мрачная бездна. И ноги жертвы, попавшие в тене тычменного зерна, направляют ее на путь гибели. Субтитры создавал DimaTorzok